Русские уверены, что к маю и июню произойдут серьезные изменения на военной карте. Они предвидели крах Украины. Это происходит сегодня. Потому что Россия не хотела войны. Россия сделала все возможное, чтобы остановить эту войну. Все, что мы хотим сделать, это навредить русским. Наша стратегическая цель здесь состоит в стратегическом поражении России. Почему мы все еще даем Украине деньги, когда мы знаем, что они не могут выиграть эту битву против России? Ну, дело в том, что мы никогда не ожидали, что Украина выиграет эту битву против России. Любой, кто думал, что Украина может выиграть эту войну, должен, вероятно, пройти тест на наркотики. Хотя я понимаю, что во многих частях Соединенных Штатов употребление наркотиков является законным. Но вы не должны принимать решения во внешней политике под воздействием наркотиков. Ино никогда не было целью Соединенных Штатов, чтобы Украина победила Россию. На самом деле, если в начале этого конфликта ЦРУ сообщила президенту о трехдневной войне, председатель объединенного комитета начальников штабов ожидал, что война закончится через неделю. Никто не ожидал, что Украина продержится дольше России. Так продолжалось до тех пор, пока люди неправильно истолковали цели России в этом вопросе. Ты же знаешь, Россия назвала это специальной военной операцией. И, конечно же, мы на Западе, поскольку мы чрезмерно политизированы, говорим, нет, это вторжение. Нет, если бы это было вторжение, оно закончилось бы за три дня или неделю. Это была специальная военная операция, потому что Россия не хотела победить Украину. То, чего хотела Россия, это заставить Украину сделать то, что Запад не позволил бы ей сделать, а именно, мы собираемся быть нейтральными. Мы не собираемся вступать в НАТО. Ты же знаешь, что Крым это круто, и мы не собираемся преследовать русских из Донбасса. Откуда мы это знаем? Потому что именно это и сделала Россия. Россия вошла туда менее чем за неделю. Как только они двинулись на Киев, как только они захватили большие территории Украины, Россия сказала, эй, давайте сядем за стол переговоров. И украинское правительство огляделось вокруг и сказала, да, на данный момент у нас действительно нет выбора. Так что они сели. Шесть раундов переговоров завершились так называемым Стамбульским коммунике, которое представляло собой мирное соглашение. И я имею в виду, во-первых, если бы вы рассказали мне об этом без того, чтобы в то время вы сказали, что это то, на что согласились русские. Я сказал, что Россия должно быть проиграла войну, потому что она отдала все Украине. Они просто сказали, что вы не можете быть членом НАТО. Затем они также сказали, что Крым наш. Но они сказали, что на Донбассе это не будет вашим, но там будет проведен референдум. Мы, как вы знаете, не можем вернуть вам Донецкую и Луганскую области из-за того, как вы обошлись с русским народом. Но если вы измените свою конституцию, вы получите все обратно. Более того, мы добровольно выведем нашу армию из Киева, из Чернигова, из Сум. Мы серьезно относимся к этому. Мы хотим мира. О, хотя мы и сказали, что вы не можете вступить в НАТО, и именно это меня и убило. Защита по статье 5 позволит вам подписать гарантии безопасности со всей НАТО. Они предоставляют вам защиту по статье 5 за все, кроме Крыма и Донецкой и Луганской областей. Это означает, что если мы придем и нападем на вас здесь, 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 это будет равносильно тому, что вы являетесь членом НАТО. Они могут прийти и защитить вас по закону, по договору. И я просто говорю, что это безумие. Зачем России когда-либо делать это? Потому что Россия не хотела войны. Россия сделала все возможное, чтобы остановить эту войну. Но как только стало ясно, что Россия отступила и сделала это, Запад неверно истолковал это как признак слабости. И именно тогда они сказали украинцам, не принимайте мирное соглашение. Мы собираемся дать вам 48 миллиардов долларов. Помните Ленд-Лиз еще в мае 2022 года. Мы собираемся накачать вас оружием, и вы, ребята, можете пойти и сразиться с русскими. Но этого никогда, никогда не было. И мы знаем это, потому что Ллойд Остин прилетел на Украину, отправился в Польшу и сказал, все, что мы хотим сделать, это навредить русским. Наша стратегическая цель здесь состоит в стратегическом поражении России, не в том, чтобы выгнать их из Украины и все такое, а в том, чтобы нанести им столько вреда. Чтобы их вооруженные силы деморализовались, народ деморализовался, и они свергли Владимира Путина. Потому что в то же время мы водили против них санкции, пытаясь разрушить их экономику. Так что мы ожидали, что Россия рухнет изнутри, а не будет побеждена украинцами. Что же мы все неправильно поняли? Мы все поняли неправильно. Российская экономика не рухнула. Российская армия выстояла, как только осознала, что была предана украинцами. Они мобилизовались, они мобилизовали свою оборонную промышленность. Я только что пробежался по некоторым цифрам сегодня ранее на конференции, на которой я присутствовал. Я просто быстро выскажу их вашему народу, чтобы вы поняли, что здесь происходит. Когда Россия начала этот конфликт в 2022 году, у них в вооруженных силах было 900 человек. Сегодня у России в вооруженных силах 2,1 миллиона человек. Так что все те люди, которые говорили, что Россия слаба, что Россия такая-то и такая-то, но у России 2,1 миллиона человек. Сейчас 600 человек, хотя они уникальны только для специальной военной операции, резервисты и так далее. Но целых 1,1 миллиона человек, это новая расширенная армия из-за того, как ведет себя Запад. Сегодня Россия производит около 150 танков. Это число может вырасти до 200, и оно способно вырасти до 300 танков в месяц. 300 танков в месяц. Соединенные Штаты могут производить 33 танка в месяц. Подождите минутку. Соединенные Штаты – величайшая военная держава в мире, а мы даже не производим 33 танка. Мы отремонтировали 33 танка. Немцы могут производить 150 танков в год. Французы могут производить около 50 танков в год. Британцы могут производить около 50 танков в год. По сути, через два месяца Россия превзойдет все страны НАТО по количеству танков. Артиллерийских снарядов. Мы можем производить около 3 миллионов в год. Русские могут производить около 24 миллионов долларов в год. Да, они превосходят все это по всем параметрам. Численность армии Соединенных Штатов в 2022 году составляла 400 тысяч 425 человек. И мы говорили, что для сохранения этой численности в 425 человек нам нужно набрать 60 человек. Они смогли набрать только 45 человек, поэтому в 2023 году они увеличили это число до 65 человек, они набрали только 50 человек. Потому что у них не было рабочей силы, им пришлось сократить армию на 24 человека, так что армия США сократилась на 24 человека. В то время как российская армия выросла на 602,191. Точка 2 миллиона. Так что любой, кто думает, что русские слабы и все такое прочее, нет, Россия все перевернула с ног на голову. Россия находится на водительском сидении. У Украины сегодня закончились людские ресурсы. Эти деньги, которые мы им дали, бесполезны. Даже Джейк Соливан сказал, что мы можем дать все оружие в мире, но если у них не будет людей, чтобы его использовать, это бесполезно. У украинцев не осталось людей. Они издали приказ о проведении экстренной мобилизации. Там никого нет. Все бегут. Никто не хочет воевать. Так что пока Украина, все бегут с поля боя, Россия получает 40 добровольцев в месяц. А теперь давайте поговорим об этих добровольцах. Это не просто молодые глупые дети, потому что в Америке после того, как мы сделаем эту штуку с США, подавляющее большинство людей, которые присоединяются к нам, это парни из братства, окончившие колледж. И дети, у которых, как вы знаете, нет работы, но они сидят без дела и чувствуют себя немного грубыми и крутыми, и они присоединяются к армии. Ребята в российской армии, это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Все они хорошо трудоустроены. У них есть семьи. Так почему бы тебе оставить хорошо оплачиваемую работу на заводе, семью, дом, ипотеку, детей, когда в этом нет необходимости? Помни, они добровольцы. Их не призывают в армию. Ты хочешь знать почему? Потому что они патриоты. Потому что вся Россия осознала тот факт, что Запад ведет войну против России на Украине, и что это их великая патриотическая война. Ты знаешь, если ты когда-нибудь видел этот фильм, Паттон, когда персонаж Джорджа Каскотта говорит, знаешь, что ты скажешь своим детям? Где был дедушка во время Великой войны, разгребая дерьмо в Луизиане? Ну, ты же не хочешь этого говорить. Так вот, русские не хотят говорить, где они были во время Великой войны. Они не хотят говорить, ну, я был, я был, ты знаешь, занимался информационными технологиями, или я был, ты знаешь, занимался тем-то и тем-то. Все они хотят сказать, эй, медаль за участие в компании. Я был там. Я был на фронте. Я сражался за Россию. Сорокалетние мужчины, которые по медицинским показаниям дисквалифицированы, а это означает, что они обратились к рекрутеру, и рекрутер сказал, нет, ты не можешь, потому что ты дисквалифицирован по медицинским показаниям. Они платят из своих собственных денег, чтобы сделать операции, чтобы все исправить, чтобы они могли пойти к рекрутеру и сказать, вот, я все исправил. Пожалуйста, позволь мне присоединиться. Это позор. В России бесчестно не быть добровольцем в этом деле. А если ты не идешь добровольцем на фронт, у нас есть ребята, которые водят машины. Так вот, как работает русская штука, они получают все необходимое, но война меняется. Прямо сейчас вокруг летает много беспилотников, и многие из этих беспилотников, знаете ли, не являются беспилотниками военного класса, потому что они просто выросли из ниоткуда. И вот они звонят домой и говорят, дайте нам еще беспилотников. Так что общины идут и покупают беспилотники в Китае. Они покупают штук десять из них. Затем они запихивают их в бронированные машины и заставляют добровольцев отвезти их на передовую. Так что ребята сидят дома и говорят, давайте отвезем беспилотники мальчикам на передовую. Они ездят туда время от времени, бац, их сбивают и они умирают. Так что это опасно. Вся Россия мобилизована. Вся Россия мобилизована. Украина не может выиграть эту войну. Мы отдали деньги, потому что мы хотим, чтобы они убивали украинцев. Я имею в виду, чтобы убивать русских. Вот и все, о чем идет речь. И опять же, я просто спрашиваю вас, если вы помните, летом 2021 года до великого американского отступления из Афганистана разразился огромный скандал. Оказалось, что русские подкупили талибов, чтобы те убивали американцев. Если вы помните, этого никогда не было. Это была полная чушь. Но об этом писали во всех газетах New York Times, и их было так много. И когда вы разбираете эту историю, все сводится к одному отчету о взрыве талибами бомбы возле авиабазы Баграм, где погибли трое американцев. И они сказали, мы считаем, что эти ребята, которые это сделали, получили деньги, и у них был этот запутанный денежный след от русских, чтобы убить этих трех американцев. И мы хотим начать войну против России. Вам не разрешается убивать американцев. Америка только что дала Украине 60 миллиардов долларов, чтобы они убили как можно больше русских. А теперь поставьте себя на место русской семьи. А что ты думаешь об Америке прямо сейчас? Америка начала эту войну. Америка настроила Украину против России. Америка убила более полумиллиона украинцев из-за того, что мы начали эту войну. Мы несем ответственность за гибель почти 100 россиян из-за того, что мы начали эту войну. И теперь мы только что дали им еще 60 миллиардов долларов, чтобы они могли убить еще больше россиян. И вот теперь Скотт Риттер, как идиот, которым он и является, потому что я верю в мир, я собираюсь поехать в Россию в июне. Я собираюсь в Россию в июне, и я собираюсь путешествовать по России, и я собираюсь встретиться с русскими семьями. И когда я сяду с ними за стол, как они посмотрят на меня? Я имею в виду, как я смогу сесть за стол с этими людьми как американец, и они скажут «Привет, добро пожаловать в Россию». Но разве ваше правительство не пытается убить наших людей? И что я должен ответить на это? Ну что же, это не я. Это не так. Разве ты не американский гражданин? О да, я очень горжусь этим. А ты нет? Разве Америка не является демократией, представительной демократией? Ну, абсолютно. Так разве правительство не подотчетно тебе за то, что оно делает от твоего имени? Да, я верю в это. Так вот, правительство убивает русских. Что ты делаешь по этому поводу? Сейчас ответ таков. Я здесь, в России, пытаюсь заключить мир. Но суть в том, что это очень неудобное положение, сидеть напротив русских и говорить. Да, мое правительство только что дало этим нацистам 60 миллиардов долларов на убийство твоего мужа, твоего отца, твоего сына. Но суть в том, что Россия не проиграет эту войну. Украина не выиграет эту войну. Но мы просто продолжаем выбрасывать деньги на ветер. 60 миллиардов там, 20 с лишним миллиардов израильтянам, пара миллиардов тайваньцам. И подумайте о том, о чем идет речь. 60,1 или 61 миллиард долларов украинцам на убийство русских, 23 миллиарда долларов израильтянам на совершение геноцида против палестинцев. И пара миллиардов тайваньцам, чтобы они могли покончить с собой, как это сделали украинцы, не участвуя в войне. Что же делает Америка правильно? Ты знаешь, я бы не был так зол. Я все еще был бы зол из-за этих денег, потому что, просто я имею в виду, боже мой, прямо по соседству с нами рушится инфраструктура. У меня есть бездомные, у нас есть гетто, у нас есть все, чувак. Не помешало бы немного денег от федерального правительства, чтобы помочь американскому народу. Я думаю, что у людей во Флинте, штат Мичиган, до сих пор грязная вода. Я почти уверен, что по всей стране мы можем указать на проблемы, которые существуют уже десятилетиями и которые могли бы использовать вливание капитала. Но я также понимаю, что нам нужно поощрять добрую волю во всем мире. Мы должны быть мировым лидером. Так что если бы нам дали 60 миллиардов долларов Украине на строительство школ, строительство инфраструктуры, на все, что мы должны делать здесь, дома, по крайней мере я бы сказал, ну по крайней мере это пойдет на что-то хорошее. Так что если бы я когда-нибудь посетил Украину, по крайней мере я мог бы ходить с высоко поднятой головой и говорить, эй, а как же эти деньги налогоплательщиков? Как у вас ребята дела с деньгами Америки? Ты делаешь это. Дела идут хорошо. Ура. Ты любишь Америку, потому что мы здесь, чтобы помочь тебе. Мы даем тебе все деньги, которые нам нужны дома. Если бы мы обратились к израильтянам и способствовали израильско-палестинскому сближению, совместным образовательным центром, где палестинцы росли вместе с израильтянами, где рухнули стены, где сообщества объединились. Я бы отправился в Израиль и Палестину и сказал, эй, а как же эти деньги помогли? Вы, ребята, больше не убиваете друг друга, не так ли? По всему миру наступает мир. Я чувствую себя немного лучше. Да, мои мосты все еще рушатся в Олбане. Они все еще бездомны и там есть проблемы, но по крайней мере мы сделали что-то хорошее. То же самое с Тайванем. Ты знаешь, эй, помогли ли мы вам диверсифицировать вашу экономику больше? Так что вы, ребята, которые уже являетесь самой богатой экономикой в мире, подождите минутку, самой богатой экономикой в мире, у которой есть избыток денег, и мы дали им деньги. Не говоря уже о Тайване, я никогда не буду доволен тем, что даю вам деньги ни при каких обстоятельствах, потому что вы должны давать нам деньги. Но ты же знаешь, что мы страна банкрот с триллионами долгов. Вы, ребята, зарабатывающие все виды денег. Вы производите все эти компьютерные чипы, которые заставляют наши телефоны и все остальное работать. Передай немного этого нам. Мы хотим, мы хотим получить грант от Тайваня для Америки, чтобы мы почувствовали себя лучше. Но моя точка зрения заключается в том, что мы делаем это для того, чтобы начать войну. Все, что мы делаем, это проводим политику, основанную на разжигании войны и принуждении. Прямо сейчас Блинкен находится в Китае. Я разбросан по всей карте, но все это взаимосвязано. Блинкен находится в Китае. Вместо того, чтобы сесть с китайцами и сказать, эй, давайте займемся дипломатией. Почему бы нам не поговорить об этом? Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Что вы думаете, ребята? Мы можем избежать этого. Мы придем, если вы не сделаете это так, как мы хотим. Мы ведем санкции против ваших финансовых институтов. А китайцы такие, Тони, видишь эту руку? Она не пожата. Ты угрожал этим русским, не так ли? Как все прошло, Тони? Экономика Европы только что рухнула из-за того, что ты ввел санкции против русских. Как ты думаешь, что произойдет, если ты ведешь санкции против Китая? О, американская экономика рухнет в год выборов, ты идиот. Но в этом-то и заключается вся суть. Все, что мы умеем делать, это угрожать людям. Итак, у нас есть 60, ты знаешь, и вот еще одна отвратительная вещь об этих деньгах. Я думаю, что 40 408 миллиардов из них вернутся в Америку. Они не пойдут на Украину. Они пойдут на американскую оборонную промышленность. И видишь ли, в этом и заключается суть продажи. И именно поэтому я не понимаю, почему этого не поняли американцы. Потому что с тех пор все говорили, послушай, это хорошо для американской экономики. Ты видишь, что 48 миллиардов вернутся. Это будет означать рабочие места, американские рабочие места, и мы будем строить оружие для Америки. А там ничего нет. Так что ты собираешься продлить войну на Украине. Это уже стоило им 500 человек убитыми. Ты готов пожертвовать еще 100, 150, 200 украинцами ради американских рабочих мест. Что ты чувствуешь по этому поводу, Америка? Теперь, когда я сказал тебе, в чем на самом деле дело, все эти рабочие места, которые ты получишь, все эти деньги, которые ты получишь в качестве рождественского бонуса. Это произойдет потому, что 200 украинским семьям пришлось похоронить любимого человека. Да? Запиши это в свой рождественский кофе и выпей его. Америка, отстой как страна прямо сейчас. И я должен сказать тебе, что американский народ отстой, потому что мы позволяем этому случиться. Я имею в виду, что я знаю, что люди выходят на демонстрации, но не из-за Украины. Никаких демонстраций по поводу Украины не проводится. Там всего горстка людей. Мы с вами собираемся поговорить об этом, вы знаете, но американский народ, который говорит, что мы верим во что-то, мы верим в то, что поступаем правильно. Мы верим в свободу. Вы не верите ни во что, кроме как в то, чтобы разбогатеть. Вы не верите ни во что, кроме как в то, чтобы получать большую зарплату. Вы не верите ни во что, кроме как в накопление комфорта. Вы хотите, чтобы правительство США завернуло вас в кокон комфорта, впрыснуло в вас соус хорошего самочувствия, и вы просто будете сидеть там, раскачиваться и чувствовать себя комфортно. Хорошо. И до тех пор, пока они продолжают это делать, не имеет значения, как они это оправдывают. Деньги Украине, деньги Израилю, деньги городу. Вам все равно. Вам все равно. Нам все равно. Но, к сожалению, остальному миру все равно, и настанет день, когда Америке будет трудно занять место за столом переговоров. Вы знаете, это похоже на то, что мы собираемся появиться за столом переговоров, и никто не встанет и не предложит нам сесть за стол переговоров. Присаживайтесь. Никто даже не повернется, чтобы посмотреть на нас. Они просто повернутся к нам спиной и будут игнорировать нас, поскольку мы заслуживаем того, чтобы нас игнорировали, потому что все, за что мы выступаем, это смерть и разрушение. Мы больше не выступаем ни за что хорошее. Ни за какие принципы и ценности, которые якобы определяют нас как нацию. Мы не поддерживаем ничего из этого. Это действительно хорошая встреча для всего лишь второго числа. Это действительно хорошая мысль, Скотт. И я просто хочу задать вам этот вопрос. Я знаю, ты говорил, что собираешься поехать в Россию в июне. Тебя беспокоит, что тебя могут задержать, когда ты попытаешься вернуться в Соединенные Штаты. И я спрашиваю только потому, что я знаю, что это случилось с Фиореллой, и я знаю, что Тара Рейд сейчас находится в очень затруднительном положении. Она как бы застряла в России, поехала туда в рамках книжного тура. А затем представитель Мэтт Геттс сказал ей, что если она вернется в Соединенные Штаты, ее, скорее всего, задержат. Тебя это беспокоит? Или тебе просто как бы все равно к черту их? Ну, я имею в виду, что у меня есть семья и у меня есть обязанности. Так что последнее, что я хочу сделать, это оказаться задержанным, и это будет моя третья поездка за год. Я ездил в мае прошлого года на месяц. Когда я вернулся, меня остановили на несколько часов и подробно допросили, прежде чем вернули мой паспорт, пожали мне руку и сказали, добро пожаловать в Америку. Я снова ездил в декабре и январе в длительный тур, который проходил через некоторые спорные районы, такие как Донбасс и Крым. Я выступил с речью перед 25 чеченскими солдатами, которая привлекла много внимания. Так что я был уверен, что ко мне будет особое отношение. Они заставили меня посидеть в течение часа, вручили мне мой паспорт, пожали мне руку, сказали, добро пожаловать в Америку, добро пожаловать домой и проводили меня в путь. В этой поездке нет ничего противоречивого, что вероятно означает, что они собираются застрелить меня по прибытии. Но в этой поездке нет ничего противоречивого. Я буквально еду. Мы собираемся посетить 16 разных городов по всей стране. Девиз этой поездки – от Тихого океана до Балтийского моря и всего, что между ними. И мы собираемся посетить места, о которых большинство американцев даже не слышали, и именно поэтому мы собираемся познакомить американцев с этим. Мы собираемся встретиться с русскими, провести собрания в ратушах. Мы собираемся представить американцев. Мы обращаемся к активистам движения «За мир» по всей стране, чтобы получить список людей, которые хотели бы иметь русских друзей по переписке в каждом городе, который мы собираемся посетить. Мы найдем русские семьи и сопоставим их с американскими семьями. У нас там будет спутниковая связь, и пусть первый звонок будет на нас, соединим их вместе, пусть они поговорят. А потом мы попытаемся создать эту связь, которая должна быть создана, чтобы люди перестали бояться Россию, а русские перестали бояться Америку. Никто и ничто не могло бы сказать, что вы делаете что-то против Америки. Правда? Заводить друзей – это против Америки? Я думал, что именно в этом и заключается наша цель. Так вот, эта поездка – это чисто. Это самый чистый вид поездки, который только можно себе представить, по-настоящему предназначенный для народной дипломатии. Мы не пытаемся изменить американскую политику. Нам все равно. Я имею в виду, что нам не все равно, но мы здесь не для того, чтобы вести какие-то политические дискуссии. Мы здесь для того, чтобы «Эй, возьми Ивана, познакомь его с Фрэнком». Фрэнк, как зовут твою жену? Мелисса. Мелисса, познакомься со Светланой. Знаешь, у тебя есть дети. Есть маленькая Ивона и есть маленький Фрэнки. И они поговорят и скажут «Привет». А потом, в конце, через 10 минут мы пойдем «Хорошо, у тебя есть». У него есть контактная информация. Шокируй его, брат. «Поехали, и мы собираемся переехать в следующий город, и мы собираемся проделать то же самое снова». Идея состоит в том, чтобы разрушить барьеры невежества и страха, заставляя людей разговаривать друг с другом. Если правительство США хочет оттащить меня в сторону и задержать за это, да благословит их Бог. Я в игре, но я не думаю, что они это сделают, потому что я, ты знаешь, я не могу говорить. Я ничего не знаю о том, что случилось с старой, ты знаешь о ее ситуации. Я доверяю всем этим людям, когда их останавливали, что ты знаешь, они чувствовали страх, и возможно у них была причина чувствовать страх. Я нет. Я не боюсь, потому что в глубине души я знаю, что здесь нет никаких противоречий. Я имею в виду, что если правительство США хочет поднять шумиху вокруг свободы слова и пытается улучшить отношения между людьми, это их дело, а не мое. Я не собираюсь туда, чтобы заключить секретную сделку или, знаешь ли, открыть секретный бизнес или что-то в этом роде. Я просто пытаюсь добиться того, чтобы во всем мире воцарился мир. Я надеюсь, что это удастся, и я надеюсь, что меня не задержат. Но если это произойдет, эй, парню из таможенного и пограничного патруля, который прямо сейчас записывает заметки с указанием задержать Риттера. По крайней мере, не могли бы вы, ребята, принести мне диетическую колу. Потому что если ты собираешься продержать меня пару часов, у меня действительно пересохнет в горле, и ты знаешь, поговори со мной, у меня заболит горло. Но ты же знаешь, почеши мне спину. Я почешу твою. Но ты же знаешь, я не волнуюсь по этому поводу. Хорошо, круто. Я просто проверяла. Но я тоже хочу очень быстро поговорить об этом. Ты же знаешь, Зеленский недавно был на встрече с прессой, сразу после того, как была объявлена эта помощь. И сейчас я начинаю замечать, что даже основные средства массовой информации начинают задавать ему немного более резкие вопросы о том, каков здесь план. Так что я хочу воспроизвести его ответ здесь, где он получает небольшой отпор со стороны прессы. Все остальные. Президент Зеленский, можете ли вы дать американцам представление о временных рамках? Будете ли вы по-прежнему нуждаться в такой же помощи в это же время, в следующем году? Или вы думаете, что сможете переломить ситуацию в отношении России? Каковы временные рамки? Ну, это зависит от того, когда мы действительно получим оружие на местах. Как ты и сказал, Кристиан, если мы получим его через полгода. Что же у нас был слишком долгий процесс в течение полгода, и мы понесли потери на нескольких направлениях. Потери в людях, в технике. На востоке было очень тяжело, и мы действительно потеряли там инициативу. Теперь у нас есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу. И именно поэтому нам действительно нужны системы вооружения. Когда мы получим их, когда они будут у нас на вооружении, тогда у нас действительно будет шанс перехватить эту инициативу и двигаться вперед и защищать Украину. Но дать вам конкретную временную шкалу войны, ну, это зависит от того, как скоро мы получим эту помощь. Здесь так много переменных, так много факторов. И иногда, когда мы защищаем важную линию, ты отступаешь, потому что у тебя недостаточно сил и техники. А затем, чтобы вернуть эту линию, потребуется в два или три раза больше времени. Я не говорю, что именно так все и закончится, но все возможно, и я могу привести вам пример с F-16. Мы пойдем дальше и остановимся на этом. Но я хотела, чтобы вы услышали эту часть, потому что совершенно очевидно, что он не давал ей определенного ответа. У него на самом деле нет графика, потому что он знает, что не может выиграть эту войну. Даже другие люди, которые находятся рядом с Зеленским, сообщили в прошлом году, что у него бред. Вот что говорят люди, которые его окружают. У него бред, и он знает, что мы уже проиграли. Как вы думаете, что произойдет в будущем? Видите ли вы, что Зеленский действительно останется и будет участвовать в этом в течение следующего года? Или у вас есть ощущение, что в какой-то момент Зеленский взлетит? Он просто сбежит и оставит Украину, а Украине просто придется сражаться самостоятельно. Зеленский принял решение не проводить президентские выборы или парламентские выборы, которые должны были состояться в этом году. Он утверждает, что Конституция позволяет ему приостановить выборы из-за военного времени. Это интересная интерпретация Украинской Конституции и интересная интерпретация принципов демократии, знаете ли, для людей, не вдаваясь в нюансы Украинской Конституции. Авраам Линкольн провел выборы в середине Гражданской войны против генерала Маклеллана, очень спорные выборы. Франклин Деллана Рузвельт провел выборы в 1944 году, выиграв беспрецедентный четвертый срок, и был приведен к присяге в 1945 году. Демократические страны проводят выборы. Уинстон Черчилль проиграл выборы в конце Второй мировой войны, когда он был в подздаме на переговорах со Сталиным и Рузвельтом о том, как вступить в войну. Британцы провели выборы. Так что концепция о том, что нельзя проводить выборы во время войны, является глупой. 20 мая у него истечет срок полномочий, и будет интересно посмотреть, как к нему отнесется Украина, и как к нему отнесется мир. Россия уже заявила, что, по их мнению, он не станет президентом Украины. Это поднимает еще один вопрос. Если он больше не является главой государства, может ли Россия убить его? Потому что Россия в значительной степени заявила, что мы не собираемся убивать главу государства. Но если он больше не является главой государства, могут ли они убить его? Я не знаю. Я не уверен. Я бы надеялся, что они этого не сделают. Я просто не думаю, что нам нужно заниматься устранением политических лидеров. Но вы знаете, это не имеет значения, что он думает. Вы знаете, я прочитал интересную статью на днях, где говорилось, что Украина сможет возобновить контрнаступление. Вы знаете, то самое, которое они провели в прошлом году, где все погибли. Они смогут возобновить это контрнаступление к 2026 году. Я такой. Если вы думаете, что в 2026 году будет Украина, у вас проблемы. Русские уверены, что к маю и июню произойдут серьезные изменения на военной карте. Они предвидели крах Украины. Это происходит сегодня. Я имею в виду, что сегодня я открыл все свои аккаунты в Телеграм и просмотрел их, и везде, куда бы я ни посмотрел, русские наступали здесь, наступали там. Взяли еще один город здесь, взяли еще одну деревню там. Нет ни одного места на поле боя, где отступали бы русские. Русские наступают. Они уничтожили еще одну украинскую бригаду, которую украинцы не смогут заменить. Это одна из тех вещей, о которых не говорил Зеленский. Вся эта техника досталась им. А где же люди? У вас не осталось ни одного человека. И они, другие русские, в дополнение к высказыванию о том, что поле боя или кардинально изменится. Они считают, что политика этой войны кардинально изменится к концу лета, началу осени. И когда вы говорите о политике, о том, что эта война закончится, что по сути Украине придется согласиться на безоговорочную капитуляцию, и что русские в рамках условий прекращения этой войны проведут деноцификацию. Это означает избавление от режима Зеленского, отправку его в его особняк в Майами, а также демилитаризацию. Украинской армии больше не будет. Там будет украинское правительство, которое одобрит русские. И все. Теперь, задержат ли эти деньги, которые они только что получили, это немного? Это могло бы. Я имею в виду, ты же знаешь, не имеет значения, как ты это выразишь. Ты же знаешь, с 3 долларами 8 миллиардами, это 13 долларов 8 миллиардов. Это большие деньги. На них можно купить много всего. Позволь мне создать много ненависти и разрушений. Но этого недостаточно, чтобы переломить ход этой войны. Русские имеют превосходство или превосходство сил на поле боя. И трагедия в том, что украинцы умирают со скоростью, приближающейся к тысяче человек в день. Так вот, ты же знаешь, во время войны во Вьетнаме, которая сломала хребет Америки, на пике Вьетнамской войны мы теряли 200 человек в неделю, и это сломало нам хребет. 200 мешков с трупами возвращались домой в неделю, и это убивало нас. Украинцы хоронят тысячу человек в день. Опять же, я спрашиваю американцев, которые передали деньги туда, зачем? Потому что все, что вы сделали, это гарантировали еще больше смертей украинцев. У русских прямо сейчас самый низкий уровень потерь, чем когда-либо за время войны. Все те люди, которые говорят, что вся цель состоит в том, чтобы убить русских, понимают это. Мы больше не убиваем так много русских. О да, русские умирают. В этом нет никаких сомнений. Да, есть видео, на которых видно, как русские умирают, но они не умирают тысячами в день. Вы знаете, русские могут терять от 30 до 50 человек в день. Это все еще много, потому что, скажем, это 50 человек в день. Вы знаете, 7 дней, это 350 мешков для трупов в неделю. Это на 150 больше, чем 200, которые сломали хребет американцам и вьетнамцам. Итак, русский народ, вы знаете, хоронит 350 своих мальчиков в неделю. Это много с течением времени. Но их дух не сокрушим. Их дух не сломлен. А украинцы, с другой стороны, не могут никого привлечь на свою сторону. Им приходится выходить на улицу и похищать людей, чтобы те присоединились к их вооруженным силам. Так что это то, что есть. Какой беспорядок? Я хочу переключиться на Израиль и Иран. Так что я знаю, что в последний раз, когда вы встречались, или в последний раз, когда вы были на этом шоу, напряженность не обострилась до такой степени, как сейчас. Как сейчас, вы знаете, вовлечен Иран. Очевидно, мы можем начать с самого начала, когда Израиль атаковал иранское посольство в Дамаске. Так что, очевидно, Иран ответил на эту атаку. А затем, теперь вы знаете, Израиль ответил Ирану. Сейчас мы в основном наблюдаем то, что может быть полномасштабной войной на Ближнем Востоке. Это уже не просто Израиль и Газа. И это то, чего я боялась. Именно поэтому многие из нас призывали к прекращению огня не только в связи с тем, что происходит с палестинским народом в секторе Газа и на Западном берегу, но и потому, что мы знали, что это может привести к эскалации конфликта здесь. Что, по вашему мнению, произойдет в будущем? Потому что я, многие из нас осознают, что у Ирана действительно есть мощное оружие. И мы продолжаем слышать, как Государственный департамент и такие люди, как Энтони Блинкен, снова и снова произносят одну и ту же риторику о том, что Израиль имеет право на самооборону. Забавно, что у Израиля есть такое право. Но ни у кого больше нет. Ты это заметил? Больше ни у кого нет. Но что, по вашему мнению, здесь произойдет? Потому что я смотрю на это так, как будто сейчас идет конфликт между Израилем и Ираном, а не только между Израилем и сектором Газа. А затем я думаю обо всех других соседних странах, не так ли? Потому что Израиль также атаковал Сирию и Иван. А еще у вас есть такие страны, как Иордания и Египет, которые тоже замешаны в этом деле, но они, похоже, не хотят по-настоящему вмешиваться. Как вы думаете, что произойдет дальше? И что это на самом деле значит для Израиля в долгосрочной перспективе? В долгосрочной перспективе, в широком смысле вещей? Ну, вы знаете, до этого, до всего этого обмена мнениями, Израиль обладал тем, что я бы назвал превосходством в области сдерживания. И это означает, что Израиль мог делать все, что хотел, и не нести никаких последствий. Это было дипломатически поддержано Соединенными Штатами. И это было подкреплено впечатлением, что израильские военные нанесут больше вреда любой стране, напавшей на Израиль, чем эта страна нанесет Израилю в 10 раз. И поэтому все немного напуганы, а Израилю сошло с рук буквальное убийство. Они убили иранских ученых в Тегеране. Они взорвали иранскую ядерную инфраструктуру внутри Ирана с помощью тайных средств. Они бомбили иранские позиции в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, убив иранский персонал. А Иран ничего не сделал, потому что, как мне кажется, у иранцев было ощущение, что если они ответят, Израиль нападет на Иран, и это втянет их в войну, которой они не хотели. Но затем Израиль атаковал консульство, и это было уже слишком. Это была красная черта, потому что консульство, они не просто убили нескольких высокопоставленных иранцев, они напали на иранскую землю. По закону, по международному праву, это консульство является территорией Ирана. И Иран сказал, вы не можете этого сделать. Это наша красная черта. Так что они должны были нанести ответный удар, и они это сделали. Это самая страшная часть, потому что это возмездие могло быть вызвано тем, что если вы собираетесь ответить, вы пытаетесь опровергнуть теорию сдерживания. То, что вы пытаетесь сделать в ответ, это предупредить израильтян о том, что если вы когда-нибудь повторите то, что вы только что сделали, боль будет настолько велика, что вы мгновенно пожалеете об этом. Так что вы должны атаковать с достаточной силой, чтобы донести эту мысль, но вы не хотите переборщить. Чтобы израильтяне почувствовали себя вынужденными нанести ответный удар всем, что у них есть. Управление эскалацией. Иранцы сделали это идеально. Во-первых, они скоординировали свои действия с Соединенными Штатами и сказали Соединенным Штатам держаться подальше от этого, и США сказали, хорошо, мы останемся в стороне. Если некоторые из этих сообщений верны, то Соединенные Штаты дали разрешение Ирану на атаку Израиля, заявив, что вы можете атаковать до тех пор, пока вы не нападаете на мирных жителей. Иранцы сказали, не волнуйтесь, мы прикроем вас в этом вопросе. За 72 часа до начала атаки, иранцы предупредили Соединенные Штаты и Израиль о том, что они собираются атаковать. Это позволило Израилю и Соединенным Штатам построить всю свою оборону. А затем они начали атаку очень агрессивным способом. Никакой тайны в середину утра. Когда они начали это, они транслировали по телевидению запуск беспилотников. Это очень громкие беспилотники. Так что у израильтян было еще 5-6 часов ожидания, пока беспилотники не прилетят, чтобы привести в порядок свою оборону. А затем они транслировали по телевидению запуск крылатых ракет. Затем они объявили о запуске баллистических ракет. Так что иранцы делали все, чтобы сказать израильтянам, вот и следующий удар. За исключением последнего удара. Последний удар был нанесен девятью современными иранскими ракетами. Все девять из них попали в цель. Ни одна из них не была сбита. И это был тот самый момент, который иранцы пытались донести до нас. Они говорили, смотрите, у вас здесь есть эта защита. Все это работает, и мы позволяем вам сохранить лицо, сбивая беспилотники и все такое прочее. Но те девять ракет, которые вы не можете сбить, мы их выпустили. Да, мы не убивали людей. Мы избегали гражданских лиц. Мы взорвали взлетно-посадочную полосу. Мы взорвали пустые склады и все такое прочее. Но посмотрите, куда мы попали. Вы знаете, что это именно то место, куда мы хотели попасть. И если бы мы немного скорректировали его, мы могли бы уничтожить ваш командный центр. Мы могли бы уничтожить ваши пятерки F-30. Мы могли бы вывести из строя ваши боеприпасы, ваше топливо, но мы решили этого не делать. Мы решили взорвать пустые здания. Но мы проникли в самое хорошо защищенное место на Земле, когда речь заходит о противобаллистических ракетах. И это сигнал, который они послали израильтянам. Так что теперь израильтяне сидят там в ярости. Потому что никто никогда не нападал на них так с 1990-х годов, когда Саддам Хусейн выпустил по ним ракеты. Они в ярости, и им нужно что-то делать. Но Америка прежде всего заявила, что мы не собираемся воевать с Ираном из-за этого. Ты сам по себе. Ты взорвал консульство. Это на тебе. А потом израильтяне ушли, но если мы начнем драку с иранцами, а американцев там не будет, мы можем и не выиграть эту драку. Но мы должны нанести ответный удар. Мы должны что-то сделать. И похоже, что они сделали комбинацию из двух вещей. Во-первых, у них были активы внутри Ирана, которые они использовали в прошлом для убийств ученых, взрывов зданий и тому подобного, а также для выпуска нескольких беспилотников, которые летели в сторону авиабазы и радиолокационной установки. И иранцы сбили эти беспилотники. И это то, о чем иранцы объявили беспилотники. Затем израильтяне привели в действие два самолета, которые пролетели через Сирию в Ирак и запустили, я думаю, от двух до четырех ракет Rampage, которые представляют собой сверхзвуковую гиперзвуковую ракету, выпущенную с самолета, и они пролетели и поразили четыре цели внутри Ирана. Мы не знаем, что это за цели. По-видимому, они не были так уж важны. Возможно, они были расположены в пустыне просто по шаблону. Кто знает. Но они послали сигнал иранцам. Ты не мог остановить это, так что мы нанесли тебе удар тем, что у нас было. Ты тоже не смог бы это остановить. И то, что сделали иранцы, это то, что они уже говорили раньше, что если Израиль нападет, то они немедленно нанесут ответный удар всем, что у них есть. Но вместо этого иранцы никогда не говорили о двух самолетах и четырех ракетах. Они говорили о беспилотниках. Они пришли изнутри, а потом сказали, что ничего не произошло. Там ничего не было. Так что иранцы сразу же отвергли эту историю, и даже верховный лидер, когда ему дали интервью, когда они говорили о нанесении удара по израильтянам, сказал, что мы здесь не для того, чтобы говорить о количестве беспилотников, которые были отключены и тому подобным. Это в прошлом. Мы больше не хотим говорить об этом. Я думаю, что и Израиль, и Иран заявили, что мы не позволим этому делу пойти дальше. Мы оба высказали свою точку зрения, и мы увернулись от пули. Нам не нужна эта большая война, и мы собираемся оставаться сосредоточенными на том, что мы делали. Израиль продолжит совершать геноцид в секторе Газа, а иранцы продолжат поддерживать ось сопротивления, Хамас, Хизбалу, ополченцев, хуситов. И они не позволят этому делу выйти из-под контроля. Так что я думаю, что мы на самом деле увернулись от большой пули. И я думаю, что мы на самом деле находимся в более безопасном месте сегодня, чем мы были тогда, когда Израиль атаковал консульство. Тогда действительно существовала реальная возможность того, что возмездие перерастет в общую войну. Но благодаря мудрости иранцев и в некоторой степени способности израильтян хотя бы раз в своей жизни поступить правильно и не допустить эскалации. Мы избежали крупной войны, которая была бы разрушительной для всех. Так что это один из немногих случаев, когда я действительно чувствую себя наполовину довольным результатом. Ну я просто хотела добавить кое-что из того, что вы там упомянули о том, как Иран наносил стратегические удары. Это просто показывает вам, что Израиль также мог нанести стратегические удары, но они предпочли этого не делать, не так ли? Так что они сделали это намеренно. Это еще одна вещь, на которую я думаю мы должны обратить внимание, ребята, когда Израиль говорит, что мы делаем все возможное, чтобы нацелиться на Хамас. Очевидно, мы знаем, что это неправда, но это просто показывает вам, что Иран показал этот пример. И это также показало, что если мы хотим прорваться через железный купол, мы можем это сделать. Так что я думаю, что это звучит так. Меньше чем. Но это больше, чем просто железный купол. Я имею в виду, что мы понимаем, что железный купол это израильская система США, а это означает, что израильтяне не строили ее. Мы построили ее. Мы заплатили за это. Мы спроектировали ее, мы протестировали ее. У нее израильское название Стрела-1, Стрела-2, железный купол, Давид Слинг. Все это израильские ракеты, но мы, это были наши деньги, наша совместная работа. Но мы также подключили нашу систему противоракетной обороны, баллистическую ракету с нашими радарами, корабли Эгис с их радарами, их корабли, все это было подключено. Это был американский баллистический ракетный щит над Израилем. Тот же самый баллистический ракетный щит, которым мы защищаем Южную Корею и Японию, Европу, и иранцы проникли в него. Послали девять ракет прямо через него. И теперь северокорейцы собираются подождать минутку. Ваша гиперзвуковая ракета тоже прошла. Мы только что протестировали гиперзвуковую. Ты имеешь в виду, что наши ракеты тоже пройдут? У американцев нет защиты от нас. И русские говорили об этом все это время, но теперь они знают это. Они идут так, что наши ракеты Кинжал и Циркон вы, ребята, не сможете тронуть. А Европа и НАТО говорят, что мы не сможем тронуть эти ракеты. Южнокорейцы и японцы говорят, что мы не сможем тронуть эти ракеты. Тайваньцы говорят, что мы не сможем тронуть китайские ракеты. То, что иранцы только что сделали, свело на нет более 100 миллиардов долларов расходов на противоракетную оборону, потому что они показали, что какие бы системы противоракетной обороны ни были там сегодня, они не смогут остановить гиперзвуковую ракету. И это очень отрезвляюще, я думаю, для многих людей. Одна из вещей, о которых я хотела поговорить, это то, что вы очевидно обращаете внимание на то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Вы знаете, что несколько студентов колледжей решили снова протестовать в связи с войной в секторе газа, а также в связи с созданием лагерей. На всех видео, которые я видела, когда это началось, студенты вели себя мирно. Здесь тоже есть студенты, которые протестуют в МИД и на Северо-Востоке. Опять же, это мирные собрания, которые здесь происходят. И в некоторых из этих городов была направлена полиция. В Нью-Йорке на самом деле именно президент Колумбийского университета призвал полицию Нью-Йорка вмешаться. Я думаю, мы все знаем, какой может быть полиция Нью-Йорка. Но затем самое худшее проявление этого, которое я видела до сих пор, было в Техасе. И губернатор Эбботт на самом деле призвал полицию штата, и в нем говорится, что полиция штата была направлена на то, чтобы разгромить сотни палестинских протестующих в Техасе прямо сейчас, поскольку студенческое сопротивление распространяется на Юта Остин. Я хочу услышать твое мнение по этому поводу. Я собираюсь воспроизвести это как 92-й ролик. И я хочу, чтобы ты посмотрел на это, Скотт. Появилась полиция в защитном снаряжении, в защитном снаряжении. Эти дети выставлены на всеобщее обозрение. Сейчас, на мой взгляд, в этом нет необходимости. Это же дети. Я имею в виду, я знаю, что технически они взрослые, но я все еще вижу в них детей. Так что это нелепо. Это уже перебор. Есть также видео, которые я не могу показать здесь, потому что они настолько жестокие, где я видела, как они нападали на журналистов. Я видела, как полицейский швырнул журналиста на землю, и у него в руке была камера. Я видела, как профессоров швыряли на землю и нападали на них. Я также слышала, как некоторые из этих офицеров повторяли ту же риторику, которая исходит от основных средств массовой информации, что все они похожи на Гитлера и так далее. Для меня это действительно страшно с точки зрения свободы слова и наших прав, предусмотренных первой поправкой. Но с другой стороны, как вы думаете, что это значит для Израиля? Потому что пару месяцев назад была опубликована статья, в которой говорилось, что Джо Байден пытался предупредить Нетаньяху о том, что Израиль начинает терять поддержку не только со стороны молодежи, но и со стороны всего мира. И теперь мы видим, что эти студенты колледжа не желают отступать. И я очень горжусь ими. И я думаю, что у них есть правильная идея. Но теперь это даже показывает вам, что даже полиции, которую часто обучают в армии обороны Израиля, даже полиция снова здесь борется за Израиль. Да. Во-первых, как и всем американцам, нужно заново познакомиться с тем, что такое свобода слова и что такое свобода собраний. И понять важность студенческих демонстраций как морального компаса нации. Вы знаете, гражданские права люди демонстрируют в поддержку гражданских прав в кампусах против войны во Вьетнаме, войны, которую сегодня никто не может защитить. И студенты имеют полное право протестовать против геноцида. Они не протестуют против евреев. Здесь нет никакого насилия в отношении евреев. Это сфабрикованный аргумент. Они выступают против Израиля, и они, вы знаете, и они очень активны. И если вы, я думаю, про израильский сионист, возможно, вы чувствуете себя некомфортно, прогуливаясь по кампусу, где люди выкрикивают лозунги в вашу поддержку. Но здесь не было никакого насилия. Никто не избил еврея. Никто ничего не сделал с еврейским народом. Это абсурд. В Америке, где мы ценим свободу слова, давайте скажем, что мы не согласны. Потому что, поверьте мне, в кампусе есть несколько протестов, и я просто говорю, нет, это не мое дело. Этого не произойдет. Но все, что я делаю, это улыбаюсь, отворачиваюсь и ухожу. Я говорю, это твое дело. Я занимаюсь своим делом. Да, благословит тебя Бог. Свобода слова, свобода собраний. Иди, иди, делай свое дело, но я не участвую в этом и не поддерживаю это. Вот так мы и должны быть. Я имею в виду, ты же знаешь, так что если я пойду в Нью-Йорк-Сити и там будет что-то происходить на улицах Нью-Йорк-Сити, от чего мне будет не по себе, уходи. Во-первых, мне никто не угрожает. Мне никогда не угрожали в Нью-Йорк-Сити, когда там происходили события, которые я не поддерживаю. Я не пристаю к ним. Я верю, что каждый имеет право быть тем, кем он является. Я верю, что каждый имеет право выражать то, что он чувствует по отношению к себе, и я поддерживаю это на сто процентов. Я бы никогда, никогда, ни разу в своей жизни не сказал, чтобы это закрыли. Все, что я собираюсь сказать, это то, что я не хочу быть там. Мне там не по себе. Хорошо, так что уважайте это. Дай мне уединиться в моем маленьком пространстве старого толстого белого мужчины и просто позволь мне быть самим собой. Но ты же знаешь, что я бы никогда не попытался закрыть это. Потому что Америка — это свобода слова, свобода собраний. Ты же знаешь, что раньше мы позволяли Кук-Лукс клану проводить собрания, и мне это было противно. Но я был одним из тех, кто говорил, что мы должны позволить им это делать, потому что несмотря на то, что я ненавижу их речь, несмотря на то, что я ненавижу их дело, у них есть право. Мне не нравится то, что они делают, но у них есть право говорить до тех пор, пока они не пропагандируют насилие, и у них есть право говорить. И иногда лучшее, что нужно сделать, чтобы уничтожить причину, это позволить им говорить, позволить им быть теми, кем они являются, чтобы люди могли видеть, кем они являются. И я думаю, что есть причина, по которой Кук-Лукс-Клан как бы уходит. Надеюсь, ты знаешь, потому что люди увидели их такими, какие они есть. Они говорят, что я презираю это. Так что если, скажем, я был произраильским в этом вопросе, я не являюсь таковым, но предположим, что я был таковым. Моя стратегия здесь состояла бы в том, чтобы сказать, посмотрите, кто они такие, послушайте их, посмотрите, что они говорят. И если я прав, американцы должны прислушаться к этому и сказать, да, мы не за это, мы не поддерживаем это. Проблема с израильтянами в том, что они говорят, послушайте, что они говорят, американцы, о, мы слушаем это и видим это. И мы на стороне некоторых из них. И именно поэтому они закрывают это. Вот почему правительство США вмешивается. Потому что то, что происходит прямо сейчас, это кардинальные изменения в Америке. Когда американская совесть, сознание были разбужены и разъярены геноцидом, происходящим против палестинского народа. И мы знаем, кого в этом винить. Мы знаем, какие имена нужно называть. И мы призываем к ответу Израиль, мы призываем к ответу сионизм, мы призываем к ответу ОПАК, и мы призываем к ответу их сторонников в Конгрессе, которые продолжают посылать оружие, в то время как детям связывают руки за спиной, стреляют в них и хоронят в братских могилах. Да, мы называем это по имени. И это напугало истеблишмент, потому что это не просто изолированное явление. Это пробуждение страны и студенческих кампусов. Вы знаете, студенческие сообщества относительно однородны по всей стране. Вы знаете, у них могут быть разные буквы на куртках и все такое, но студенты есть студенты, и американские студенты просыпаются и видят, что происходит. И вместе с ними просыпаются сообщества, особенно, скажем, более прогрессивные части сообществ. И это вотчина Джо Байдена. Это его избирательная база, и он теряет ее, и это его пугает. Так что он пытается закрыть эту тему. Если вы не думаете, что эти приказы исходят с самых высоких мест, будь то в штате Техас от губернатора Эботта, потому что здесь у нас есть странная вещь в Америке, где евангелисты-христиане, христиане-сионисты, как они себя называют, очень сильно поддерживают Израиль, потому что они верят в то, что я имею в виду. Это. Это. Термин, которым они это называют. Да, это утверждение в Библии, которое в основном гласит, что еврейский народ должен быть на святой земле. В порядке. Для. Грядет Армагеддон. А потом, но есть термин, который они используют о том, что все, все отправляются на небеса, а потом остаются позади. И ты знаешь, что есть целая серия книг, написанных о людях, которые не отправились на небеса и остались позади. Я думаю, что я был бы одним из этих людей, которые остались позади. Но кто знает. Вот это и есть Вознесение. Большое вам спасибо. Я долго мучился с этим словом. Как ты узнаешь, Сабрина, когда ты станешь старше, ты тоже будешь мучиться со словами. Это так же верно, как и то, что это прямо здесь. Это прямо здесь. Я не могу этого понять. Так что я благодарю того, кто это придумал. Но Вознесение, ты же знаешь, что у нас в Соединенных Штатах есть странная вещь, когда у нас есть прогрессисты, которые поддерживают Израиль. И у нас есть консерваторы, которые поддерживают Израиль. И они оба напуганы до смерти. Потому что та часть населения, которая, как они думали, будет с ними, испытывает отвращение от того, что они видят. Они встревожены тем, что они видят этим геноцидом. И поэтому они проснулись и закрыли это. Я хотел бы попросить всех в вашей аудитории посмотреть на штат Кент и посмотреть, что случилось с штатом Кент, и спросить себя, хотите ли вы, чтобы это повторилось. Это был не только штат Кент. И опять же тебе придется простить меня, потому что в тот же день произошла еще одна стрельба в Черном колледже по той же причине. Черные студенты выступили против войны, а полиция и копы пришли и застрелили людей. Но поскольку это произошло в 60-е годы, и чернокожие люди не считались такими же, как белые люди. Мертвые белые люди попали на первую полосу журнала Life, а не мертвые чернокожие студенты. Но в то же время в двух колледжах, где проходили эти антивоенные акции, полиция и солдаты штата вышли и застрелили их, застрелили их. Вот в каком направлении мы движемся здесь, леди и джентльмены. Вот в каком направлении мы движемся. Мы движемся к тому, что студентов будут убивать в кампусах за то, что они выступают против плохой политики. Это не смертный приговор. И, кстати, трое студентов, убитых во время резни в Кентском государственном университете, были евреями, кстати, для тех, кто не в курсе. Верно. И я думаю, что двое из них даже не участвовали в демонстрации. Они просто шли на занятия. Они просто были убиты на повал. Пуля попадает в них насмерть. Пойми это. Я не хочу использовать нецензурную лексику в твоем шоу, так что я буду уважать тебя. Убери копов из кампуса. Если дети начнут жечь что-нибудь, ты же знаешь, посмотри, посмотри, что они сделали во Вьетнаме. Они захватили президентские кабинеты. Они захватили власть. Это было чертовски более интерактивно, чем сейчас. Но это разрешилось само собой. Вообще говоря, когда люди начинают разговаривать с тобой и начинают признавать, дают тебе право высказаться, это рассеивается. Но здесь они боятся вступать в диалог. Потому что как вы можете защищать геноцид? Как вы можете защищать это? Вы не можете защитить это. Это неоправданно. Так что вместо того, чтобы просто сказать, что мы не правы, они говорят, вызовите копов. И я говорю тебе прямо сейчас, я очень боюсь, потому что это никуда не денется. Это набирает обороты в кампусах по всей стране. Все студенты начинают объединяться вокруг этого дела, и я просто очень обеспокоен тем, что какой-нибудь глупый губернатор призовет национальную гвардию. Эти ребята, которые обучены убивать в Ираке. Мне очень жаль национальную гвардию, но ты потерял мое уважение. Вы, ребята, знаете, что взрывали свадебные вечеринки в Афганистане, вы выбивали двери и терроризировали семьи иракцев. Вы были там не для того, чтобы защищать демократию, защищать свободу. Вы сделали несколько действительно плохих вещей, и вы, ребята, знаете, что вы сделали несколько действительно плохих вещей. А теперь вы вернулись сюда с этим набором навыков, с этим антисоциальным поведением, которое у вас укоренилось, и теперь мы собираемся посадить вас в кампусе колледжа. Дать вам оружие и боеприпасы, и натравить на наших студентов? Черт возьми, нет. Этого не может быть, но это произойдет, и мы снова будем играть в Кросби, Стил, Нэш и Янг. Да, я думаю, что некоторые люди могут этого не осознавать. Но когда они призывают национальную гвардию, это делается не для того, чтобы установить мир. На самом деле это делается для того, чтобы принять меры и обострить ситуацию. Я вижу, что Рон де Сантис все еще в небе. Я вижу, что мы это видели. Я вижу, как это делает Эббот. И еще одна вещь об этом заключается в том, что, как и в случае с национальной гвардией в штате Кент, они сами были напуганы. Они не были хорошо обучены, и поэтому вы знаете, что единственное, что может быть опаснее, чем напуганный полицейский с пистолетом, это напуганный национальный гвардеец с пистолетом, потому что пистолет напуганного национального гвардейца, более мощный, может нанести гораздо больший ущерб. Это плохой день для Америки. Я имею в виду, ты же знаешь, что иногда нам, как нации, приходится страдать, чтобы учиться и совершенствоваться, но страдания причиняют боль. Страдания — это плохо. Ты же знаешь, и я просто боюсь, что для того, чтобы переломить ситуацию в этом вопросе, может потребоваться какая-то трагедия. И я надеюсь, что этого не произойдет. И я надеюсь, что мы сможем привлечь достаточное количество людей к обсуждению этого вопроса. Почему ты, ты видел ту? Она была профессором экономики, и одного из ее студентов избивали копы. И все, что она сделала, это сказала, почему вы делаете это с ним? Она не трогала копа. Она даже близко не подходила к копу. А потом вошел этот глупый здоровенный парень, арестовал ее, а потом они избили ее до смерти. Да? Повалил ее на землю и придавил коленом к шее. И я такой, ребята, вы ничему не научились. Во-первых, она женщина-профессор экономики. Она ничего не несет. Зачем ты применяешь к ней силу? Почему ты обращаешься с ней как с... Вот почему. Это были сержанты. На них были сержантские нашивки, так что они должны были знать лучше. Копы не знают лучше. Копов учат делать только одно, избивать людей и стрелять в них. У нас больше нет умных копов. Я уверен, что где-нибудь в каком-нибудь городе скажут, я живу в Бетлехиме, штат Нью-Йорк. У нас есть несколько умных копов. Хочешь знать почему? Потому что наше сообщество заставляет их быть умными. Наше сообщество на самом деле привлекает их к ответственности, когда они делают что-то не так. Когда я был пожарным, я отвечал на вызовы о вождении в нетрезвом виде на машине скорой помощи. И чувак, ты никогда в жизни не видел более уважительных копов, когда они останавливали людей за вождение в нетрезвом виде, потому что это был гражданин. И даже несмотря на то, что их собирались арестовать, и даже несмотря на то, что у них собирались снять отпечатки пальцев, и даже несмотря на то, что они собирались это сделать. Чувак, это было самое вежливое, что только могло быть в этом мире. Лайковые перчатки и все такое прочее. Потому что общество требует от них этого. Но я также видел, как они относились к людям, которые не принадлежали к этому сообществу. Я не знаю, например, как чернокожий парень, идущий из Олбани через мост через Делавер-Авеню, в полностью белый Дель-Мар, был остановлен копом, который сказал, что ты делаешь в Дель-Маре. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Это Америка. Дель Мар, это не твой город. Я американский гражданин, идущий по Америке. Да, но тебе здесь не место. Что ты имеешь в виду, говоря, что мне здесь не место? Ты разговариваешь со мной, мальчик. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И следующее, что ты знаешь, это то, что тебе приходится избивать чернокожего парня в камере предварительного заключения. Да, копы в Бетлехеме тоже могут быть всякими плохими. Но ты же знаешь, что наши копы плохо обучены, особенно когда дело доходит до применения силы. И многие из них пришли из вооруженных сил, где они получили травмы. Где их приучили делать действительно плохие вещи. Совет всем городским планировщикам в вашем полицейском управлении. Никогда больше не отдавайте предпочтение ветеранам. На самом деле военная служба автоматически дисквалифицирует вас. Если ты когда-либо служил в армии, ты никогда не сможешь быть копом в Америке. Потому что копы не должны думать так, как тебя учили думать. Копы должны думать по-другому. Американский народ это не враг. Ты не выходишь на патрулирование против врага. Ты не едешь по враждебной территории. Ты едешь по чьему-то кварталу. Ты едешь по родному городу, населенному американскими гражданами, которых ты должен защищать. Но об этом никто не думает. Они выходят на улицу и думают, что вернулись в Багдад. Они думают, что вернулись, знаешь ли, в Кабул. Они выходят на патрулирование. Они готовятся. Там снаружи находится враг. Я собираюсь забрать этих парней. И они это делают. А теперь они отправляются в кампусы колледжи и арестовывают студентов, чья работа заключается в том, чтобы бросать вызов всему. Именно это и должен делать студент колледжа. Иди туда и бросай вызов всему. Ты хочешь научить людей мыслить критически. Тебе следует аплодировать им за то, что они делают, аплодировать им. Это полезный опыт, сидеть там и говорить, я такой-то, и как мне стать гражданином с активной гражданской позицией. Ты же знаешь, что так много американцев просто отключились от гражданской жизни. Выйди на улицу, получи свою работу, иди на работу, возвращайся домой, и тебе просто будет наплевать на то, что происходит. Ты отключился, потому что ты перегружен работой и все такое прочее. Эти дети там, они вовлечены. Они делают то, что должны делать американские граждане, вовлекаясь, привлекая людей к ответственности. Вот в чем суть Америки. А мы посылаем копов избивать их. А скоро мы пошлем национальную гвардию стрелять в них. И еще одна вещь, которую я хочу сказать об этой конкретной группе населения, это то, что это та возрастная группа, которая обычно набирается в вооруженные силы. И набор вооруженные силы в Соединенных Штатах сократился. Это еще одна вещь, которая, как мне кажется, очень отличается от того, когда ты вступал в армию, от того, когда вступал в армию мой папа. Сейчас у людей совсем другое мнение о службе в армии. И я хочу задать тебе вопрос об этом. А потом еще один после этого. А именно, как вы относитесь к заявлению Джо Байдена, которое он сделал пару дней назад, о том, что им, возможно, придется отправить войска в Израиль. Как вы относитесь к этому? И учитывая, что набор в армию сократился, есть ли у вас какое-либо представление или какая-либо интуиция о том, что правительство США может снова вести призыв в армию? Я не знаю, настолько ли зомбирован американский народ, чтобы терпеть призыв в армию, когда в этом нет необходимости. Скажем так, если бы Россия или Китай напали на нас сегодня, я не думаю, что вам пришлось бы вводить призыв в армию. Я думаю, что каждый американец пошел бы добровольцем, чтобы защитить свою страну. Если люди пересекают границу и причиняют вред американскому народу, мы будем там, потому что мы любим нашу страну. Но вооруженные силы были разрушены с точки зрения того, чтобы рассматриваться американским народом как жизнеспособный институт американских ценностей. Потому что все, что мы делаем, это вторгаемся в страны. Все, что мы делаем, это убиваем людей. Мы уезжаем за границу. И это не о том, чтобы улучшить жизнь здесь дома. Это о запугивании людей, навязывании нашей воли. Это даже не о борьбе с терроризмом. Мы узнали, потому что, вы знаете, мы не убиваем террористов. Мы просто убиваем невинных мужчин, и вы знаете женщин и детей, которые находятся в своих домах в деревне на земле, которую мы не понимаем с культурной точки зрения. Мы не говорим на их языке. Мы рассматриваем их как врагов, потому что они рассматривают нас как оккупантов, потому что мы оккупанты. И так что сейчас это очень сложно. А еще это о мотивации. Я бы предположил, что если бы ваш отец был примерно моего возраста, он присоединился бы по патриотическим причинам. Однажды утром он встал и сказал, что собирается служить своей стране. Я служу Америке. Так вот, это тоже работа. Ты получаешь зарплату, но не получаешь большую зарплату. Я не получал большую зарплату. Ты получил ее. Тебе заплатили, чтобы ты мог. Но я присоединился, чтобы служить своей стране. Я поставил себя на службу своей нации. И это совсем другое мышление, чем сказать, что я безработный, у меня нет других вариантов. Хорошо, я собираюсь пойти в армию, и мне будут платить три раза в день, и может быть у меня будет законовое на служащих, так что я смогу пойти в колледж, когда все это закончится. Но ты же знаешь, что ты не вступаешь в армию, потому что хочешь служить в армии. Ты вступаешь, потому что у тебя нет других вариантов. Это вариант крайней меры и уровень мотивации для таких людей, и ты вступаешь в армию в надежде, что тебя не отправят на войну. В то время как, когда я вступил в армию, я знаю, Сабрина, ты разозлишься на меня. Я молился о войне каждый божий день. Уберите его из эфира. Он ублюдок. Но ты же знаешь, что я вступил в армию и был обучен определенному набору навыков. И я такой, позволь мне сделать это. Позволь мне сделать это. Позволь мне делать то, чему я обучен. Позволь мне делать сегодня что-то другое. Например, я хотел бы представить себе, что люди, вступающие в армию, становятся самыми хорошо обученными людьми в мире и никогда не используют это. Разве это не было бы здорово? Но до того, как я отправился на войну, я хотел пойти на войну. И как только я попал на войну, я больше никогда не хотел возвращаться на войну, потому что ты быстро понял, что это совсем не то, что о нем говорят в Голливуде. Но настрой был такой, вперед, вперед. Сегодня ты знаешь, если ты наклоняешься вперед, я боюсь людей, которые наклоняются вперед, потому что мы также снизили стандарты. Мне действительно пришлось пройти через очень серьезные, ты знаешь, тестирование и психологические батареи, тест за тестом, тест за тестом. Тест за тестом с врачами, которые смотрят на тебя, ставят галочки. Ты когда-нибудь видел этот фильм, правильный материал? Ты знаешь, как астронавты проходили тестирование перед тем, как отправиться на перерыв? Вот на что это было похоже в начале 1980-х годов, когда я поступал на программу подготовки офицеров морской пехоты. Просто тестирование, 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 просто отсеивание людей, чтобы остались только те, кто соответствовал стандарту, который вы хотели. Сегодня мы ничего из этого не делаем. По сути, если у тебя есть пульс, ты в деле. А теперь, если у тебя есть люди, которые наклоняются вперед, желая убивать, почему? Чтобы служить своей стране, чтобы сражаться с врагом, или ты просто психопат, который хочет пойти и убить людей. И прямо сейчас я беспокоен тем, что многие люди, которые наклоняются вперед, говорят, что они хотят пойти и убить, являются просто психопатами. А затем вся прелесть этого заключается в том, что когда они уходят из армии, они идут в полицию. Да. Есть психопаты, которые наклоняются вперед, желая убить врага, то есть американский народ. Но нет, есть причина, по которой у армии США проблемы с набором персонала, потому что не хватает мотивации. Я думаю, что единственная ветвь вооруженных сил, у которой сейчас нет проблем с набором персонала, это морская пехота. Потому что морская пехота по-прежнему придерживается более высоких стандартов. Мы не снижаем наши стандарты. Так что если вы хотите присоединиться к морской пехоте, вы знаете, что вас ждет. Но даже морская пехота коренным образом изменилась. Я слышал, что у них есть желтые карточки за тайм-ауты. Я имею в виду, я не мог себе представить, что у меня будет тайм-аут. Ты больше не можешь на меня кричать. У меня есть карточка тайм-аута. Чувак, если бы я вытащил карточку тайм-аута, тогда, бум-бум-бум, повалил бы меня на землю и сбил бы меня. Тайм-аут мой. Нет, но я не говорю, что это правильный способ тренироваться. Я просто говорю, что так нас тренировали тогда, это была большая ручная работа. Но не сегодня. Карточка тайм-аута и все такое прочее. Может быть это и лучше, но сегодняшние вооруженные силы, это не вооруженные силы прошлого. Разные уровни мотивации. Многое из этого основано на концепции работы, а не приключения, а не на получении зарплаты. И ты же знаешь, что то, что тебя попросят сделать на войне, это неудобство. А теперь представь, что берешь эту армию, эти вооруженные силы и говоришь им, что они не отправятся в Ирак, где им придется выбивать двери и, знаешь ли, убивать мирных жителей. Мы отправляем их на Украину, где мы собираемся потерять трех парней за четыре дня. И ты сказал, но сэр, наше подразделение всего лишь пятое по силе. Добро пожаловать на настоящую войну, приятель. Вы все умрете. А ты можешь себе представить, чтобы они тогда ушли? Потому что я должен сказать тебе, что когда нас готовили к войне с советами, я был офицером разведки и говорил своим парням, что если мы выступим против советов, мы все умрем. Вот так оно и есть. У них была большая армия, больше артиллерии, и ты знаешь, что в конце концов мы все умрем. А морские пехотинцы такие, хорошо, но мы возьмем кое-кого с собой, прежде чем умрем. Ты же знаешь, что мы превратим это в драку. Сегодня я не могу себе представить, чтобы люди говорили, хорошо, хорошо, мы устроим драку. Вот оно что. А как же мое образование в колледже? Я записался на программу получения степени в колледже и собираюсь умереть. Ты не можешь меня убить. И я не умер. Чтобы оплатить свои счета, я устроился на вторую работу в Хоум Дипоу по выходным. А если ты отправишь меня на войну, как у меня будет эта вторая работа? У тебя не должно быть второй работы. Ты на военной службе. Но тогда я не смогу платить по кредиту за комара, который я купил. И я думаю, что мотивация сегодня есть. И я знаю, что будет много людей, которые будут злы на меня. Потому что они действительно вступили в армию по патриотическим причинам. Ты же знаешь, что я не говорю, что их не существует. Я говорю, что у большинства американских солдат, находящихся там сегодня, нет этой мотивации. И есть причина, по которой армия США в прошлом году не достигла своей цели по набору персонала. Потому что сегодня никто не хочет вступать в армию, военно-морской флот или военно-воздушные силы. Ты прав. Еще один вопрос к тебе, Скотт. А что, если бы у нас могло быть еще большее движение? А что, если бы мы могли взять, знаете ли, это движение здесь, пропалестинское движение за вычетом полиции? Если бы мы могли собрать всех этих детей в кампусах колледжей и всех остальных, кто сейчас на улицах, знаете ли, марширует в поддержку палестинского народа? А потом мы могли бы также собрать всех людей, которые устали от этой войны в Украине, не так ли? Именно здесь я хотела бы надавить на людей, которые являются частью движения за свободу, таких как МТГ, которые устали от того, что все эти деньги идут в Украину. Чтобы мобилизовать людей в ее собственном округе, ее собственном избирательном округе и вывести их на улицы. Что, если бы у нас была группа людей, которые были против войны в Украине, на самом деле объединились с людьми, которые были против войны в секторе газа? Это действительно могло бы привести нас к этим пяти процентам, которые, по их словам, необходимы для того, чтобы в этой стране возникло массовое движение. Что вы думаете о чем-то подобном? И тогда это было бы просто большое антивоенное движение. Ты знаешь, я уже говорил тебе, что ездил в Россию еще в мае. Это было частью кампании. На самом деле я выступал в ресторане в Нью-Йорке в декабре 2022 года. И в то время я был очень обеспокоен ядерной войной. Я только что написал книгу о своем опыте работы инспектором по вооружению в Советском Союзе по избавлению от ядерного оружия. И я взглянул на то, что происходит, и ты знаешь, как мы на самом деле начинаем делать упор на ядерное оружие и все такое прочее. И вот там я сказал, ты знаешь, в договоре о ядерных силах средней дальности, который я подписал в декабре 1987 года, был подписан Рональдом Рейганом. Рональд Рейган был убежденным антикоммунистом. Я имею в виду, что если вы посмотрите на его послужной список, вы знаете, что он не из тех парней, которые обнимаются с деревьями или занимаются контролем над вооружениями. Он тот парень, который пошутил. Я думал, что он был за пределами кампуса, ну или ракеты летят. Они будут на вашей территории через 20 минут или что-то в этом роде. Ты знаешь, так что он пошутил о ядерной войне, но он подписал это. Почему? В июне 1982 года миллион человек вышел на улицы Центрального парка в Нью-Йорке. Миллион человек со всей Америки. И они собрались вместе с одной единственной целью, сказать «нет» ядерной войне. Сказать «нет» ядерной войне. И этот голос, то, что они сделали, разбудило политические возможности. Потребовался такой человек, как Рональд Рейган, который сказал «мой народ хочет, чтобы я подумал о ядерном разоружении». И пять лет спустя он подписал договор о ядерных силах средней дальности. Это положило начало процессу, который привел к тому, что этот архиконсервативный парень подписал договор, который избавился от ядерного оружия. Я упомянул об этом в то время и сказал, что нам нужно сделать это снова. В июне 2024 года, накануне президентских выборов, нам нужен миллион человек на улицах Центрального парка, протестующих против ядерной войны, а не против разоружения. Ты знаешь, я устал протестовать против чего-то. Для чего мы здесь? Мы здесь ради ядерного разоружения. Мы здесь ради мира. Мы здесь, ты же знаешь, ради мирного сосуществования, ты же знаешь, и я вышел на улицу и усердно работал ради этого. В феврале было движение, митинг против военной машины, и они должны были собрать всех вместе. И ты знаешь, проблема в том, что ты не можешь собрать всех вместе, по крайней мере этого не было показано. Большинство классических движений за мир избегали этого митинга, потому что они говорили, ну нет, это не то, чем мы занимаемся. Во время этого митинга люди пришли из разных политических спектров и начали драться друг с другом, и митинг оказался далеко не таким эффективным, и им пришлось отложить второй митинг. Потому что он просто сошел на нет. Сабрина, нам это нужно. Мы должны это сделать. Если мы не сможем собрать миллион человек в Центральном парке, мы никогда ничего не добьемся. Если мы не сможем собрать миллион человек в Вашингтоне, окружить мемориал Линкольна, спуститься по аллее к Конгрессу, заполнить ее миллионам человек. Если мы не сможем повторить то, что Мартин Лютер Кинг смог сделать для движения за гражданские права, то мы не сможем его спасти. Что я об этом думаю? Мы должны это сделать. Но как? Вот в чем вопрос. Как нам заставить людей отложить в сторону свои мелкие разногласия? Потому что в конце концов, мне все равно, если ты либертарианец. Мне все равно, если ты демократ. Мне все равно, если ты республиканец. Мне все равно, если ты коммунист. Мне все равно на все это. Все, что меня волнует, это то, чтобы ты был за разоружение или за мир. И если мы сможем объединиться как американцы и сказать, что мы отложили в сторону наши мелкие разногласия, и теперь мы работаем вместе, как и положено, американским гражданам. Да, мы могли бы это сделать, но как нам это сделать? Я имею в виду, я должен сказать тебе, что я деморализован этим, потому что я был уверен, что смогу заставить американскую общественность проснуться по поводу ядерной войны. Никто не воспринимает это всерьез. И когда они все-таки говорят об этом, они такие, да, мы можем победить в этом. Нет, ты не можешь. Ты не можешь победить в ядерной войне. Мы усвоили этот урок. Когда я рос, мы усвоили, что нельзя победить в ядерной войне. Вот почему избавление от ядерного оружия было хорошей идеей. Война — это плохо. Как нам сказать людям, что война — это плохо? Ты знаешь, когда я рос, там было достаточно выживших после Второй мировой войны, которые просто сидели там и говорили, да, война — это довольно плохо. Ты знаешь, мы с тобой. Там было достаточно ветеранов Вьетнамской войны, которые все еще были достаточно гибкими, чтобы быть там. Война — это плохо. Война — это плохо. Сегодня у нас есть куча недовольных глобальной войной с терроризмом парней. Некоторые из них говорят, что война — это плохо, но большинство из них просто такие, чувак, давай пойдем и убьем побольше террористов. Давай выйдем и сделаем это. Так что военные не на нашей стороне. Военные не говорят, да, чувак, нам не нужно этого делать. Как нам это сделать, Сабрина? Вот в чем заключается главная проблема. Я имею в виду, что я с тобой. Вот что я тебе скажу. Если бы мы с тобой и другими смогли заполучить Дэнни Хайфонга, если бы мы смогли заполучить Макса Блюменталя, мы могли бы заполучить Аарона Мейта. Мы могли бы заполучить всех этих людей и их семьи, соответствующие аудитории вместе. Если бы мы могли разместить миллион человек в Нью-Йорке в Центральном парке, если бы мы могли разместить миллион человек в торговом центре, если бы мы не могли разместить миллион человек в Сан-Франциско, вы знаете, что в этой стране проживает 320 миллиардов человек. Если мы сможем мобилизовать достаточное количество людей просто для того, чтобы сказать, что мы верим в мир, мы дадим миру шанс. Мы могли бы что-то сделать, но как нам заставить миллион человек сделать это? Как нам заставить их однажды проснуться и сказать, я хочу пойти? Я имею в виду, вы же знаете, что я снова возвращаю 60 песен с Джонни Митчелл. К тому времени, когда мы добрались до Вудстока, нас было уже полмиллиона человек. Это просто гуляющие люди, детка. Все, что нам нужно сделать, это заставить людей однажды сказать, я еду в Нью-Йорк. Я иду в Центральный парк. Я еду в Вашингтон, округ Колумбия. И вы знаете, если мы сможем получить разрешение, мы его получим. Если мы все равно не затопим этот чертов город, то мы его получим. Просто затопите его и закройте. Разве там просто не было этой штуки, которую они назвали флешмобом? Вы знаете, как только вы говорите об этом по телефону, люди приходят и устраивают флешмоб. Давайте устроим флешмоб в Вашингтоне, округ Колумбия. Давайте устроим флешмоб в Центральном парке. Для этого не нужно разрешение. Мы просто хотим сказать, что я хочу, чтобы все жители этого района пришли в этот день и просто стояли там и высказывали свою точку зрения. Стойте здесь и высказывайте свою точку зрения. Мы закрываем город. Мы делаем это ради мира. Сделай это для Вашингтона, округ Колумбия. Посмотри на это в Сан-Франциско. Закрой это. Закрой ее. Ты знаешь, можем ли мы это сделать? Я хотел бы верить, что мы могли бы. Я не знаю. Может быть, у тебя есть идеи получше. Я не я, я имею в виду. У меня есть идея моего флешмоба. Кто знает? Это, наверное, самая глупая идея в мире. Но придумай идею получше. Нет, я думаю, что все это действительно хорошие идеи. Я имею в виду, что даже во время движения за гражданские права у них не было большого количества ресурсов, которые есть у населения. Не было интернета, не было твиттера, не было фейсбука или чего-то в этом роде. И они смогли мобилизоваться. Просто позвонив людям по телефону, ты знаешь, и выведя тысячи людей на улицу. И поэтому я думаю, что это просто. Да, я полностью тебя слышу. Я полностью тебя слышу. Что же, Скотт, большое тебе спасибо. Есть ли что-нибудь, о чем людям следует знать? Нет, просто поездка. Мы собираемся снять об этом документальный фильм. Это будет довольно крутой документальный фильм, и позже мы начнем рассылать просьбы о поддержке, потому что документальные фильмы сами по себе не снимаются. Даже несмотря на то, что мы собираемся поехать туда и снять весь фильм, есть такие существа, которые называются киноредакторами, и они берут много денег. А потом парни, которые делают музыку, тоже берут деньги. И поэтому мы будем рассылать призывы о поддержке по этому поводу. Но я думаю, что это достойное дело. И как я уже сказал, это будет крутая поездка. Это будет одно из тех приятных путешествий, после которого, когда вы вернетесь, вы скажете, что действительно изменили ситуацию к лучшему. Потому что мы собираемся оказать реальное влияние на жизни людей. Мы собираемся работать вместе. Мы собираемся попытаться разрушить стены невежества, стены страха и объединить людей, и начать этот диалог и эту коммуникацию, которые абсолютно необходимы американцам и русским. Чтобы заново научиться жить в мире и гармонии. Меньше чем. Все в порядке, Скотт Риттер. Большое тебе спасибо. Спасибо, что пригласил меня. До свидания. До свидания.